Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Колыз» в студии Нурдин Урмамбетов. Выборы президента 2017. Что будет за этим? Что будет после того, как закончится президентская кампания? И когда подведут итоги? Будет объединение или будет разрушение? Волгу к этой теме и будем говорить с нашими гостями в студии. Здравствуйте, это Игорь Шостаков, политолог, и Нурбек Протоконов, адвокат-правозащититель. Давайте так, для затравки, чтобы у нас был такой предметный разговор, просто в двух-трех словах. Как каждый из вас понимает то, что происходит сейчас в нашей республике? В целом, я имею в виду политическую внутреннюю ситуацию. Начнем с Игоря. Ну, политическая ситуация внутренняя, она понятна. Мы вступили в предвыборную пору. У нас идут выборы президента. А вот я думаю, что это будут, наверное, выборы, по-своему роду уникальные. Потому что мы сегодня не можем сказать, как закончатся эти выборы и кто победит. Раньше все равно мы могли определиться. В 2011 году, когда были последние выборы, у Алмазбека Атамбаева были достаточно сильные конкуренты. Но мы все равно тогда понимали, что большинство, скажем так, политических сил ведущих, они объединяются вокруг Алмазбека Атамбаева в 2011 году. То есть вы имеете в виду, что центр был... Да, политический центр был Атамбаев. И внешние, так сказать, основные страны-партнеры, они тоже это понимали. Сегодня мы находимся в той ситуации, когда нет общенационального лидера. И я думаю, что нас ожидает вот такая здоровая конкуренция, ожидает настоящая борьба. И я думаю, что для Кыргызстана, наверное, это вот один из таких первых опытов проведения выборов в настоящей схватке. Когда мы до последнего, я думаю, не будем знать, кто все-таки одержит победу. Ну, перед тем, как задать вопрос Нурбеку, у меня дополнительный вопрос. А Бакиев перед 2005 годом тоже был центром? Нет. Я думаю, что Бакиев это была та... Но он-то победил. Я понимаю, но Бакиев это был, скорее всего, для оппозиции. Это была определенная такая компромиссная фигура на тот момент. Просто тогда ведь были различные политические объединения. Тогда не было, что был Бакиев, его соратники и все. Были определенные политические объединения, которые тогда делали ставку просто на Бакиев. Я думаю, что Бакиев был на 2005 год... А потом ставок не делали. А потом Бакиев сделал так, что он уже из компромисса... И в 2010 году уже ставок не делали. Ну, в 2009 год это уже были, скажем так, чисто административные выборы. Они тоже летом проходили, да, в 2009 году, когда Бакиев... Стало понятно, что он был победитель еще до того, как, собственно говоря, все пошли голосовать. Понятно. Ну, Рубек, а вы как оцениваете ситуацию? Ну, несмотря на весь произвол происходящего, на вероломство власти, все, что происходит... Мы вернемся к этому. Несмотря на это, я считаю, что в Кыргызстане идет нормальный демократический процесс. Вот когда я говорю нормальный, надо правильно понять, потому что я не отрицаю всего ужаса происходящего. Нормально, потому что демократия так и развивается. Это всегда политическая борьба. Поэтому я считаю, что Кыргызстан, это вот в окружающем нас, мы своем окружении, возможно, единственная страна, в которой есть политика. И эта политика была даже до 2005 года. Именно этим обусловлены эти две революции. Но это не заслуга политиков, это заслуга народа. Потому что такое вот поле, да? Все-таки есть демократия. Демократия есть, но демократия это не есть какое-то состояние всеобщего, так сказать, состояния. Справедливости какой-то коммунистической демократии это и есть. Это процесс, это постоянный процесс сохранения равновесия. Вот возьмем Соединенные Штаты, да? Это было как бы образцом демократии. Но там тоже мы видим всегда, демократия всегда под угрозой, да? То есть это всегда сохранение какого-то равновесия. И вот мы сейчас пока, слава богу, я считаю, нам как бы прокатывает. Вот сколько уже прошло, 2005-2010, сколько было цветных революций, во что они погрузились. Демократия выстраивается. Я знаю, что мы пока вот, мы пока сохраняем равновесие. Тогда у меня еще один вопрос. Если демократия все-таки как-то выстраивается, значит лес углубят. Процесс идет. Щепки летят. Щепки летят, да. Тегибаем, тегибаем, это щепка. Ну, я бы не сказал, что еще не вечер, да? Еще не вечер. Ну, судя по первому приговору, я понимаю, что здесь мишки. Знаете, Тегибаем вообще силен именно в оппозиции. Как только он приходит во власть, в нем проявляются не самые лучшие качества. Он тоже склонен превращаться в диктатора. Но в оппозицию он силен. Когда он попадает в оппозиции, я говорю, что у нас появляется баланс. А если он в тюрьме, может быть, он становится еще сильнее. Кто его знает? Игорь, а вы считаете, что, скажем, те вот эти судебные процессы, которые практически закончились, но, бог у вас знает, может быть, еще будут, да? Нет, еще будут, да? По этому делу апелляции есть, там еще Верховный суд есть. Ну, хорошо, хорошо. Я там, в принципе, имел по первому приговору. Я имел в виду еще, что, возможно, другие судебные процессы, которые уже не касаются, скажем, Скибаева и других. Вот весь этот процесс, который происходит, он ложится вот в эту канну демократии и то, что страна выстраивает свой курс? Я думаю, что он ложится, потому что никто не может быть уверенным, кто находится во власти. Все-таки я, допустим, Амурбека Черкешевича рассматриваю как представителя власти после апрельской революции 2010 года. Пусть он даже какой-то момент был, его фракция была, моментами была в коалиции, ну, не в коалиции, а в оппозиции, да, парламентской. Это все равно представитель власти, да. А вот, поэтому то, что происходит судебный процесс над представителем, ну, над лидером фракции, да, от него никто этих, так сказать, его регалий не убирал. И то, что рассматривается процесс по, скажем так, хозяйственному делу, да, ну, по экономическому делу, да, правильно будет сказать, я думаю, что это демократия. То есть, это не значит, что человек, который находится... Вы считаете, что здесь политики нет? Нет, я имею в виду то, что политика рассматривает за экономические дела, вот, я считаю, что это нормальный процесс. Другое дело, что я могу согласиться с той точкой зрения, что ни один Тикибай должен находиться на этой скамье, вот. Но то, что эти процессы идут, это хорошо, что перед законом все равны. Ну, только хотелось бы, чтобы не один Мурбек Черкешевич там находился, а Роскадем. Ну, нет, секундочку, секундочку. А были еще люди, то есть, но мы, по сути дела, то, что происходит с Тикибаевым, да, по сути дела, он же это все сам прописывал. Когда он, в общем-то, с одной стороны, вот, я всегда называл, что Конституция 2010 года, она, по сути дела, породила закрытое акционерное общество, это же Гор Кукинеш, когда партии, которые попали в коалицию большинства, они устанавливали контроль над теми ресурсами, которые есть в стране, основными. И за эти ресурсы шла борьба. Бюджи-бюджи-то образующая. Именно поэтому мы поменяли шесть премьер-министров, кстати. Вот, и поэтому, собственно говоря, да, я абсолютно верю в то, что тот же Атамикен, тот же Амутбек Тикибаев, они пытались установить контроль, кстати, не только над Мегакомом. Давайте вспомним кучу скандалов вокруг Кунтора, когда тот же Тикибаев предлагал национализировать. Последний проект, законопроект, это, по-моему, был прошлого года, или чуть раньше, или позапрошлого, когда предлагал сделать золотой квадрат, да, снести все дома, которые были построены до 90-го какого-то года, выстроить, так сказать, новые элитки. Это же тоже было инициировано Тикибаевым. То есть, наши политики играли все эти экономические идеи с ДТК. Он уже заканчивается. Потому что сейчас эта идея реализуется. Я понимаю, я сейчас имею в виду то, что те, кто, вот эта сама система, я сейчас говорю больше о системе, чем о личности, вот, сама система, когда фракции, которые находятся в парламенте, они устанавливают контроль над основными ресурсами страны, все-таки мы раньше имели семейно-клановое правление, и воспринималось, что, допустим, был Акаев, Бакиев. Понятно. Я считаю, что это вполне закономерный процесс. Понятно. Закономерный. Друзья, у меня такой вопрос. Все-таки двоякое у меня складывается впечатление. Любого политика, оказывается, можно посадить за любое дело, и, скажем так, все это под флагом того, что он совершил преступление. То есть, там политики нет. Сегодня посадили, объявили приговор Акибаева. А кто сказал, что завтра не объявляют такой же приговор тем, кто сейчас во власти. Вот его дело как раз таки индикатор состояния нашего правосудия, когда можно просто по показаниям человека посадить за коррупцию, то, что должно подтверждаться. Кстати, а меня вот это тоже удивляет. Передача денег. То есть, мы, люди, увидели на примере вот этого резонансного дела, то, что творится с тысячами других людей. Потому что, когда надо человека закатать, не обязательно делать это закат. Обычно, понимаете, у меня вопрос, как юристу, вещественное доказательство, это же основополагающий фактор. По такого рода делам необходимо подтверждать факт передачи денег. Насколько я знаю, факт коррупции всегда доказательнее тяжело. Потому что коррупция вообще это нонсенс, вообще такая статья. Коррупция, потому что коррупция это целая сеть. То есть, ее доказать невозможно. Понимаете, которая охватывает всю страну. Давайте будем рассмотреть с точки зрения передачи фактов. Глупотребление служебное положение. Нету подтверждения денег. Через границу деньги не привез. Он говорит, я привез с контрабандой. Опять-таки возникает вопрос, если он пронес миллион контрабандой, это уголовное дело в особо крупных размерах. То есть, масса. То есть, по сути, с точки зрения правосудия, Текибаева нужно было оправдывать. Тогда бы я сказал, это уже развитая демократия. Но мы сейчас находимся в период ранней, дикой демократии. И политики будут сейчас. И причем тоже Текибаев эту судебную реформу и проводил. Насколько я помню, в 12-м году. Ну, не только, скажем так. Но он был один из, все равно, один из основных участников этой судебной реформы. Я помню, мы участвовали в каких-то круглых столах. В 12-м году, когда шли горячие обсуждения, как уйти нам от того, ну, как бы, плохого правосудия, которое было при Акаеве и Бакиеве. Ну, вот, собственно говоря, опять же, те же политики сами себе решают судьбу. Вы считаете, что это должностное преступление? Я имею в виду по приговору. Ну, собственно говоря, речь шла о том, что он был, в этот момент, он был представителем власти. Я так понимаю. Нурвек, у меня вопрос. Вот по тому миллиону, который незаконно провезли. Если, допустим, Игорь Шестаков провезу миллион долларов, потом здесь сказал бы, что он незаконно провез, его бы арестовали бы? Ну, трудно представить, чтобы кто-то сам признался, да? Ну, допустим. Ну, предположим, да, то, если я не ошибаюсь, то контрабанна в таких размерах квалифицируется как преступление. Но вещественное доказательство нет. Где миллион-то? То есть, он в любой момент, вообще, с точки зрения, вообще, с такого идеального правосудия, да, признание, это вообще не доказательство, да. И давайте так, продолжение вот этого разговора. Но здесь, понимаете, он же говорит, он этими своими показаниями подтверждает, как бы подтверждает обвинение Тагибаева, понимаете? Тут вопрос в том, что если сажает Тагибаев, тогда его надо привлекать, потому что они приняли за чистую монету его слова, да. А тут, если они, с точки зрения правосудия, если это его слова недоказуемы, тогда и факт передачи денег, получается пострадавшим стороной. Ну, кто, Тагибаев? Нет, тот, кто давал миллион. Потерял. У меня вопрос... Как пострадавший, если как бы это факт не подтверждается? У меня вопрос теперь. Вот продолжение вот этого процесса. Ну, понятно, что будет теперь бешкетский, ну, апелляция бешкетский, и потом, по-моему, верховный, да, насколько я понимаю? Я думаю, завтра прокуратура уже подаст жалобу, да, чтобы побыстрее сила вступила в силу, да. И чем это закончится? Ну, если решение вступает в силу, после вступления решения в силу, значит, он уже теряет возможность выставляться как кандидат. Тогда так, тогда так сделаем. Этот вопрос я переадресую политологу. Процесс вот бешкетский, потом верховный, там и так далее. Вероятность того, что, ну, на ваш взгляд, как они, какое они вынесут решение. Какая там дата? 15 сентября, да? Выборная кампания, когда начинается? Да, да. 10-го, по-моему. 10-го, 10-го. То есть, вот, если до этого момента... Я в качестве конспирологии. По Тикибаеву. Что, будет он допущен до выборов или нет? Или какой вопрос? Первый момент. И второй момент. Как себя повезет бешкетский горсуд и верховный суд. По апелляции. Тут скорее к юристу, наверное, вопрос. Нет, вначале, вначале, пешкарология. Я могу сказать, что, с одной стороны, вот даже если бы не было никаких судебных процессов, да, вот просто бы сейчас мы бы беседовали, и Тикибаев был одним из участников президентских выборов, хотя это тоже несколько абсурдно, потому что Тикибаев сделал все в 10-м году для того, чтобы пост президента, из поста президента сделать обыкновенного нотариуса, который бы только сидел и заверял законодательные акты. Для меня вообще возникает вопрос, почему Амурбек Черкешевич, который, по сути дела, поставил крест на президентской... Контролирует сектор безопасности. Я понимаю, я понимаю, но все-таки конституция 2010 года, она очень сильно президентские полномочия ограничила, и мы видели, что Роза Исааковна у нас была, по сути дела, ну, как бы вот английской королевой, по большому счету. Потому что даже те законы, которые принимал парламент, и она была бы против этих законов, по-моему, были такие прецеденты, парламент мог преодолеть вето президента и решать все вопросы сам. Поэтому для меня это все равно удивительно, да, на самом деле, что Амурбек Черкешевич, который, собственно говоря, выстраивал в 2010 году, все равно он пытался добиться, что пост спикера был более ключевой и значимый, чем пост того же президента, он все равно на это пошел. Вот это для меня тоже, кстати, вопрос, который я бы, допустим, ему адресовал, если бы где-то там мы с ним встретились на дебатах. А вот, а потом, если бы он пошел сейчас на президент, он бы не победил, однозначно. То есть, ну, ну, нет, потому что партия, если мы даже возьмем... Суну, нет, итоги, нет, итоги выборов в 2010 году парламентских, нам же надо какие-то ориентиры, да. Какой смысл был, и 15-й год, 15-й и 10-й год партия Атамикен. В 2010 году я, вот, у меня большие сомнения, что они вообще победили. Игорь, это все понятно. Я понял. Ну, ребят, задал хороший вопрос. А какой смысл тогда его... Не знаю, мне очень, ну, видимо, он как профессиональный политик, он не может... Мне кажется, что для него вот участие в президентских выборах, да, это все-таки возможность показать, что он не является каким-то там коррупционером, или еще каким-то. Он является как бы политиком. Какой смысл выбивать Тикибаева? Ну, мне сложно сказать. Если он не игрок. Сложно. То есть, нет, он игрок, но он не был бы победителем. Немножко не так. То, что Тикибаев самый опытный политик, среди всех, кто сейчас есть, идут кандидатам, да, вот он самый опытный политик. То есть, он, политика для него, это его жизнь. Он этим живет. Он, знаете, как рыба, не может жить без воды, да. То же самое, что Тикибаев не может... Если он не фаворит, на него уже ставки никто не будет делать. Тогда зачем его выбивать из этой? Другой вопрос, если вы скажете, что в назидание. В назидание. Нет, давайте вернемся к 31 августа 2016 года, когда президент, выступая на площади по поводу Дня Независимости, он же тогда сказал, что я уйду и заберу ту элиту, скажем так. Старую колоду. Да, старую колоду, и речь, видимо, шла о Временном правительстве. Я думаю, что это, скажем так, в продолжении вот этой темы, чтобы пришли на смену тем политикам, которые были, и, по сути дела, ничего великого для страны не сделали, чтобы они, в конце концов, ушли и пришли им на смену, ну, скажем так, другие люди. Я это вижу так. Поэтому я, допустим, не думаю, что все столько остановится на Тикибаеве, потому что есть еще банковские ячейки, по которым, хотя там уже и в парламенте это обсуждалось, и много написано, и много сказано, но вопросы о них остаются. Естественно, что Тикибаев к этому отношения не имел. Если бы он имел, мы бы сейчас тоже рассматривали, скорее всего, не только мегакомовские вопросы, а рассматривали бы дела и банковских ячейк. Но по банковским ячейкам там... Он не имеет к этому отношения, но это не означает, что эта тема закрыта. Это не означает, что... Но там фигурили 2-3 человека, которые являются кандидатами. Если они считают, что они выбили Тикибаева, значит, там остаются два других центра политических сил, и эти банковские ячейки как бы рано или поздно уже вылезут. Не, ну, эти люди, которые имеют отношение к этим банковским ячейкам, насколько я понимаю, они сейчас являются кандидатами в президенты. Компания еще не началась. Сейчас только на самое начало. Я думаю, что мы к этому тоже придем. Я не исключаю появление, скажем так, информации по банковским ячейкам, потому что несколько, вот как правильно Нурбек заметил, несколько тех людей, о которых говорили в контексте ячейка, они тоже сегодня числятся среди кандидатов. Поэтому я бы с точку не ставил. Только вот что Тикибаев, так сказать, вот мы сейчас имеем дело с Тикибаев, мы все. Нет, я думаю, что... Вот мы сейчас выслушали мнение политолога, вот по всем этим. Что скажете юристу? Ну, с того первого вопроса, который я начал, по поводу того, что... Как юрист я скажу, что если до начала, значит, этой кампании, избирательной кампании, Бишкекский городской суд оставит силе, успеет рассмотреть дело и оставит силе приговор Тикибаев, тогда он уже теряет правовую возможность... А в какие сроки они должны это смотреть? Ну, вообще там сроки достаточные для того, чтобы сделать это после того, как начнется, и у Тикибаева включится иммунитет, да, но мы же понимаем, что здесь все будет делаться ускоренным образом. Я думаю, что и судья вынес такой приговор для того, чтобы прокуратура могла его обжаловать. Прокуратура... Я так думаю, что прокуратура его обжалует для того, чтобы через 10 дней уже... Либо решение вступило в силу, либо побыстрее начался вот это апелляционное рассмотрение. Я здесь прогнозировать не берусь. Я надеюсь на лучшее, на то, что проснется какой-то дух в Бишкекском городском суде, потому что здесь нужен им только дух. У судей дух? У судей, да, там будет тройка судей рассматривает. Ну и как бы готовлюсь к худшему, я считаю, потому что это такой очень нехороший прецедент. Вы говорите в назидание, да, но это назидание это только тоже палка о двух концах, потому что как воспримут это назидание, да? Кто воспримет? Ну другие политические силы, да, которые сейчас, кроме Атамбаева, да, кроме Тагибаева, есть еще другие политические силы. Если их всех загнать в угол... Они же видят, как легко. Если их всех загнать в угол, они могут... С этими ячейками там можно... Кого там? Ну Сариев там, да, его имя на слуху, там еще какие-то политики, да? Ну у Бабанова там есть свои грехи, да? Я не знаю, но как бы вся... У нас нету безгрешных политиков. Да, интерес этой ситуации в том, что я думаю, что у кого-то есть какой-то конспирологический план, да? Да, но вот нам остается только вот пока догадываться. Как юристу? Ну как гражданину, скорее всего, да, то есть как избирателю, да, как обывателю этой страны, да, который хочет жить в стране, где работают законы. Игорь, у меня такой вопрос, ну, то, что он озвучил 31 августа прошлого года, о том, что он заберет с собой старую колоду, он забрал пока одного Скибаева? Ну как забрал, понимаете, забрал это когда я ухожу. Согласен, согласен. А тут получается, как бы я прощаюсь, но не ухожу, да, как бы, да, я еще остаюсь, я еще лидер партии, да? Это его слова, претензии не ко мне. Ну это все понятно. Он пытается забрать старую колоду, но все-то пока еще на воле. Вот, а не получится так, что он таким образом не всех объединяет. Ну, я, Нурдин, соглашусь в том плане, что всегда легче дружить против кого-то. Ну, я имею в виду, вот для, если мы возьмем, уже вспоминали сегодня 2005 год, по сути дела, ведь совершенно, ну, скажем, может быть, где-то похожие политики с одной стороны, но с другой стороны очень непохожие, обе тогда дружили против кого-то Акаева, да? Ну да. Они же поначалу не было какой-то одной такой партии, которая вы пошла, помните, да, тогда такие политические союзы, которые сейчас очень, кстати, сильно напоминает союз, который вот так называемый Южный Альянс, да, вот у нас сложился. Да, вот на таком же принципе тогда складывались, когда они дружили против кого-то. Вопрос заключается в том, что лидер-то все равно остается один. Вот, поэтому вот когда мне, допустим, брали интервью по поводу вот четверки, которая сейчас уже там в пятерку превращается, да, наших политиков с юга, я тоже задаюсь тем же вопросом, ну да, ну понятно, вы сегодня можете дружить там против кандидатуры, допустим, Саранбая Жейнбекова, да, но вы же все лидеры, а как вы потом придете к консенсусу, если, вот, вот, поэтому здесь тоже вопрос. Игорь, ну приходили же, и перед 2005 годом, и перед следующим, ну и здесь кого-нибудь найдут. Допустим, когда в Атажурте сколько было в 10-м году, когда они пришли в парламент, там было 12, по-моему, лидеров. Как я говорю, да, Тамбаев в этом смысле оказался умнее, чем Бакива, потому что он больше делился награбленным ресурсами, коррупционными ресурсами, поэтому у него более широкое окружение, и у него есть политическая стима, то есть, уже не у кого-то, у Атамбаева, да, потому что делился награбленным, скажем так. Так он разругался со всеми своими партнерами, ну, я бы так не сказал, пари по революции, нет, но временно правительство, которое пришло. Атамбаев, Атамбаев, как бы является, как вот было здесь сказано, в нашей студии, что он является лидером партии из ДПК. Я не вижу, чтобы был, как, скажем так, я считал, что это конспирология, что вот, когда говорили о расколе в СДПК, что вот она раскалывается. Нет, Ченебай Турсунбеков не выдвинул никуда ни своих кандидатур, он остался на этом. Это было понятно. Я понимаю, то есть, раскола нет. Это в большей степени, как я уже говорю, это была конспирология. Поэтому, собственно, опора есть. Опора сильная партия может уже заключать дальнейшие договора и союзы, потому что, если мы опять же вернемся в наш парламент сегодняшнего дня, вот, по сути дела, там, ну, может быть, за исключением сейчас там Атамикена, который борется там за Тикибаева, по сути дела, все остальные партии центристы. Мы на самом деле сегодня, вот, мне кажется, что отличает, пока, по крайней мере, вот нынешнюю ситуацию, да, мы сегодня такой радикальной оппозиции, которая бы опиралась, ну, не просто там на свои, так сказать, идеи, а опиралась бы на какие-то общественные широкие слои, мы не имеем. Мы, по большому счету, вот за эти, кстати, с участием того же Тикибаева, мы выстроили систему центристов. Потому что сегодня для меня тот же Бабанов, это политический менеджер центристской направленности. И это он еще провел в десятом году, когда была сложная ситуация по тому, как по конфигурации. А вам не кажется, что он центрист до поры до времени? Ну, я, по крайней мере, могу сказать, до Рубикона он, может быть, сегодняшней ситуации, он политик-центрист. Даже когда он ушел с поста премьера, хотя этот пост ему был очень важен, и он объявлял о реформах, и понятно, что он к этому посту готовился и недолго пробыл, он остался все равно в любом случае политиком-центристом. Понятно, что уже было сложно допустить, чтобы, допустим, он пошел на переговоры с тем же Тикибаевым, на какой-то политический союз, потому что Тикибаев был один из основных тогда для него оппонентов на момент его ухода с поста премьера. Но в любом случае мы имеем политика-центриста, получили. Мне кажется, что нынешняя ситуация, скажем так, даже те, кто находится, давайте возьмем Ташиева, который там лез на забор, пытался, а потом взял и извинился перед Атамбаевым. Он тоже, по сути дела, ведь повел себя как центрист. Я не знаю, что он сейчас будет говорить. И Мадумаров успел сходить на государственную должность, хотя находился в оппозиции, и, по сути дела, был одним из оппонентов Атамбаева в 2011 году. И тот же Ташиев. А потом они в любом случае стали менять свои позиции. Понятно. У меня вопрос к Нурбеку. Нурбек, вот Игорь сейчас до этого сказал, что Атамбаев может забрать с собой еще дополнительно людей, возбудив какие-то дела по тем же банковским ячейкам и так далее. Вот вы мне, как Юрий, скажите, насколько это вероятно до окончания выборов, вот с юридической точки зрения, и насколько это реально, самое главное, реально. С юридической точки зрения раскачать сейчас какое-то дело, сейчас нереально, да, потому что достаточно мало времени, потому что нужно, чтобы следствие прошло, да, потом судебное разбирательство началось, а уже иммунитет, вот не сегодня, а завтра уже. То есть это нереально. Нет у них появится после регистрации, да, и нереально. Но есть же пост, опять, Атамбаевский период, да, так называемый, пост Атамбаевский. Я думаю, политика будет продолжаться, и есть все шансы, что эти дела... Ну, смотря кто победит. Ну, я думаю, все равно, на некоторый период образуются несколько центров политической власти. Я считаю, очень важно сохранить эту конкурентную среду, чтобы опять, короче, не выстроилась одна иерархия. Вот Атамбаеву удалось какую-то иерархию выстроить, понимаете, в этом вся проблема, да, если бы у нас сохранилась бы... Вот проблема была, когда Кельдебеков, вот Кельдебеков, несмотря ни на что, хоть он и коррупционер, но он создавал баланс в парламенте, понимаете. Вот когда депутаты знали, Тюлеева, Кельдебека, вот с этого и началось выстраивание Атамбаевской иерархии. И вот после президентской войны у нас есть еще один шанс создать это несколько... Создадутся несколько центров политической власти и попробовать сохранить ее, да, потому что, опять-таки, президент, он придет, у него под контролем сектор безопасности, но он еще некоторое время еще не сможет войти в силу, да, как бы, да. Атамбаеву пришло... понадобилось время, чтобы, да, захватить эту власть. Опять-таки, там будет премьер-министр, да. Есть, конечно, угрозы, что сильный премьер-сильный президент, там какие-то конфликты, но я думаю, что вот это состояние непонятности, да. Они находятся в состоянии конкуренции. Да, и вот это и есть. При кажущемся бардаке, да, здесь больше порядка, чем когда выстраивается вот эта иерархия, да, и потом, как бы, вот творится то, что... Ну, сам Атамбаев несколько раз говорил о том, что единоличная власть президента больше не нужна. Почему, по сути дела, он вышел с реформой конституции для того, чтобы укрепить институт премьер-министра, который у нас, ну, не то, что ходил ходуном, он у нас просто летал. Вот эта политическая тема хороша, что иногда даже темные замыслы политиков, да, потом... Потом мы так и стали президентской республикой. Все равно по конституции мы парламентская без власть. Так, уважаемые гости, у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что несколько политических центров, это конкурентно. Это хорошо для развития общества, для развития... Это создает вот как правильный взгляд, это устойчиво. Это сокращает количество устойчиво. А все равно сокращает, конечно, конкурентство, потому что это создает устойчивость. Устойчивость создается тогда, когда есть единый центр. Я не говорю о том, что это хорошо. Я не говорю об этом. Скажем, советская власть... Понятно, понятно, да. Даже советская власть, она давала стабильность. Правильно это или неправильно. Политический центр находился далеко от республики. Да, бог с ним. А вам, мне кажется, что все эти политические центры, да, тем более после выборов, когда кто-то признает, а кто-то не признает в итоге выборов, что это может просто закончиться плачевно. Это все, конечно, должно сопровождаться ростом сознания. Если будет происходить рост сознания, всего населения... Давайте вот без вот этих, если... Просто убираем... Почему, осознание растет по-любому. Если мы посмотрим, в 2005 году люди были сейчас, какие люди... Я считаю, что осознание... Мне кажется, было бы больше угрозы, если бы, допустим, президент... Мы уже просто видели это на примере Молдовы, да, они там по три года, по-моему, не могли выбрать президента, когда вся власть сосредотачилась даже в руках такого, так сказать, органа народовластия, как парламент. Вот. Но сами граждане Молдовы, да, они были отстранены от всех этих процессов. В любом случае, их голос ничего не решал. А все-таки, я думаю, что мы уже и в 2005, и в 2010 мы наступили на грабли единоличного президентского правления, где и тот, и другой вариант, и Бакиев и Акаев, они предполагали передачу власти по наследству. Мы... Вот эта модель, она, по сути дела, разрушена. В любом случае. Секундочку. А сейчас, значит, по наследству это не передается? СДПК выдвинуло своего кандидата, но это не значит, что это наследство. А юристы что скажут? Не, ну тут я не как юрист скажу, я считаю, что Атамбаеву есть смысл не доверять Сорумбаеву Черембекову. Смысл? Есть смысл не доверять, потому что он, когда окрепнет, может быть, и сольет самого Атамбаева, ну, всякого. А кому он может доверять, на ваш взгляд? Он никому не может доверять, в этом как бы и... Может быть, поэтому есть два политических центра. Интересно, в этом-то и интересность этой ситуации, да, то есть... Ну, перед нами разворачивается такая драма. С одной стороны, их жизненная драма, с другой стороны, вот наша народная драма. Когда глава семьи не может определиться, в семье наступает бардак. Глава семьи должен четко определить, сказать. Будем двигаться вот в этом направлении. Я, например, не вижу драмы, я вижу наоборот, что сейчас есть право выбора. Я уже говорил сегодня здесь, в этой студии, да, что мы до того, как в 2009 году пошли на избирательные участки, мы прекрасно понимали, что Бакиева выберут. Сейчас мы не находимся в той ситуации, что мы вот можем сейчас со стопроцентной уверенностью сказать, что победит вот этот политик. Я не думаю, что это драма. Драма это когда нет никакого выбора, вот как в Туркменистане есть президент и все. Я не знаю, для жителей Туркменистана это драма или не драма, но для нас пример вот, без альтернативщины абсолютной. Вот есть он и президент, он и премьер-министр, вот, собственно говоря, власть в руках, как бы сосредоточена одного человека. Я думаю, что положительные моменты, я вот сегодня покритиковал Конституцию 2010 года, Тикибаева, но то, что ему удалось создать с помощью этой Конституции, все равно мы видим и на парламентских выборах 2010 года, когда победила оппозиционная партия, оппозиционная партия, это был прецедент, кстати, не только для Кыргызстана, а для центрально-азиатских и других государств. И мы видели, пусть победила их шесть партий, прошло в парламент, но в любом случае это была политическая конкуренция. Я даже в большей степени скажу, что это не была борьба программ, потому что программы во многом были похожи. Это была как раз конкуренция политиков. То есть мы сегодня все равно живем уже в другой стране. И после 15 октября мы снова окажемся в стране, где будет действовать другая политическая система. И по сути дела, я считаю, что одна из заслуг Атамбаева, то, что он создал возможности для того, чтобы эта политическая конкуренция была. Так, Нурбек, вы согласны с тем, что, ну как Игорь сказал, что мы сейчас не знаем, кто станет президентом? Я лично не знаю. Я лично даже верю, что даже Рита Харасартова может стать президентом. Понимаете? Всякое может произойти. На нашей Атамбурской почве это может произойти. Поэтому я... Ну, вы знаете, может, тот взял, самолет упал, да? Допустим. Не, ребята, вы сейчас может что-то произойти. Не дай бог что-то плохое, да, но можете что-то другое произойти. Просто какое-то событие. Вы сейчас подтверждаете мои слова о том, что все вот эти вот центры, это плохо. Это плохо, когда мы не знаем, что произойдет. Почему это борьба? В Америке тоже не знали, кто поменил, Трамп или Клинтон. В Соединенных Штатах Америки, где, который считается колыбей демократии, тоже до последнего никто не знал. Нам два центра. Я понимаю, там есть конгресс. Понятно. Нурдин, вот по поводу того, что вот вы пугаетесь этих нескольких центров и то, что... Хорошо, когда центр... Понимаете, допустим, диктатура, да? Она ведь для экономики хороша. Вот для расцвета экономики диктатура хороша, на первых, потому что директивные методы... Я понял. Но потом-то, в дальнейшем-то, к чему приводит? Небольшая ремарка о том, что меня беспокоит. Меня беспокоит не конкурентность, наоборот, конкуренция, это хорошо, я с этим согласен. Меня беспокоят политические центры. Когда есть конкуренция в экономике, в бизнесе, в культуре, там и так далее, это все замечательно. Это хорошо, это так должно быть. Нурдин, а где вы считаете, сейчас есть политический центр? Нет, вопросом на вопрос. У нас просто есть правила, будет правящая коалиция. По сути, вот эта правящая коалиция, она и должна быть политической. Просто наши пока еще только учатся наши политики, они учатся быть политиками. Понимаете, вот так вот. Я просто с Нурбеком абсолютно солидарен, что политический центр после 15 октября, он будет в правящей коалиции. Он должен быть там, понимаете. Потому что даже те основные кандидаты, которые сегодня идут на выборы, это по сути дела все равно, как считается, Саранбай Женбеков, Амурбек Бабанов, это представители парламента. Кто сказал, что я с вами не согласен? А политический центр находится в парламенте. Речь идет о том, до итогов, когда есть очень много политических центров. Например, четверка. Они создают свое объединение. Возможно, их станет, это будет пятерка. Может быть, это станет шестерка, семерка. Я не знаю, но во всяком случае, то, что будет гораздо больше, чем четыре человека, и будет это объединение подниматься, это безусловно. Хорошо, что они договариваются друг с другом. Второй центр, скажем, СДПК. Третий центр. Хотите вы этого, не хотите, но проигнорировать Бабанова просто не получится. Ну и никто и не собирается. Никто его не игнорирует. Он участник выборов, считается, числе основных кандидатов, кто его игнорирует. Если, допустим, его сейчас не допустить к выборам, я, к примеру, говорю, это один из вариантов, либо, допустим, он проиграет, а кто сказал, что он не проявит недовольство и не скажет, что он не признает выборов. И эта же четверка, которая потом ставит пятерка, шестерка, семерка, они тоже не признают итогов. Понимаете, вот идет уже дисбаланс вот этой ситуации. Меня вот это пугает. Я с тобой согласен, Нурдин, что действительно, вот, скажем так, раскачивание тренда, что эти выборы нелегитимны, а уже сегодня такие мнения звучат. Я с этим солидарен, что да, это может внести первый раскол в общество, потому что часть общества поддержит того, кого выбрали, а часть может поддержать вот эту идею, что они нелегитимны. Это столкновение как бы внутри общественных мнений. Но при этом, мне кажется, что, если мы сейчас вот как раз с Нурбеком сошлись на том, что политический центр в Шагурке и Кенеше, да, в парламенте, ведь за каждой политической партией есть ее избиратели. И, по сути дела, они вот в этих условиях могут послужить именно тем стабилизирующим фактором. Потому что каждая политическая партия имеет свой электорат, и все будет зависеть от того, вот, насколько ведущие партии признают, что да, выборы действительно нелегитимны. Вопрос вам, как к юристу. Вот не признать итогов выборов, это вообще, есть такое в истории? Ну, теоретически-то это возможно. Это понятно, теоретически. А насчет истории, я не знаю, ну, в нашей истории такого, по-моему, не было. Поэтому, ну, был 24 марта 2005 года, когда оппозиция не признала. То есть, уже раздали, таскать, мандаты. А потом, в 2010 год. Ну, 2010 год, на тот момент не было выбора. Я имею в виду, ближе к выборам. В 2014 году были выборы. Из конспирологических планов, которые я слышал, что да, действительно, выходит какая-то сила, которая там подает суд, признает, там, мобилизуется, признает эти выборы недействительные, потом на следующие выборы выходят вообще неизвестные нам. Все, вот на этом и заканчиваем нашу программу. К сожалению, время вышло. Ставим вопрос неизвестности. Что будет дальше? Спасибо за то, что пришли. Напомню нашим телезрителям, что у нас сегодня в гостях были Игорь Шостаков и Нурбек Татаков. Спасибо вам. Всего доброго.